Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Куцей Сергей и я рад приветствовать вас на канале Каталог Воблеров. Сегодня вашему вниманию предлагаю обзор воблера Megabass Kanata 160F. Но непосредственно перед самим обзором немного лирики по поводу числа подписчиков на моем канале, которое перевалило за 10 тысяч. В честь этого события хочу сделать небольшой конкурс, но не спешите перематывать это видео. Это необычный розыгрыш, к которым вы уже давно все привыкли. Ничего репостить не нужно, никого приводить на канал не нужно. Я никогда не искал подписчиков, которые в свою очередь ищут какой-то скрытой выгоды от канала. Мой канал не является каналом лотереи и так далее. Только для тех людей, которые уже со мной, которые на данный момент уже являются моими подписчиками. Этот конкурс некая благодарность вам, дорогие подписчики. Я хочу разыграть воблер ОСП Сурорудра, но не просто воблер, это мой любимый воблер, который чуть ли не 10 лет уже со мной, который поймал огромное количество рыбы, разной рыбы, разного хищника. Кстати, не только багривон и толстолобов, но не суть. Суть в том, что его стоимость не отражается ценой. Хотя, конечно, воблер не из дешевых. Его стоимость это его заслуги. Любой рыбак, который имеет хоть немножко опыта, взял этот воблер в руки, все поймет. 105 слоев лака, которые постоянно менялись. И вот мне очень хочется, чтобы этот воблер достался тому подписчику, который был крут в прошлом сезоне. Фотография вашего и вашего максимального трофея за прошлый год. Сделай отдельное видео, отберу самых достойных претендентов. И на основе живого голосования зрителей и подписчиков посчитаем результаты и в любую точку мира отправлю данный воблер. Опять же, повторюсь, что за ценой здесь гоняться не нужно. Здесь духовное, моральное удовлетворение от такого состояния воблера. Вот кто получит, надеюсь, в комментариях отпишет. Это год назад, по-моему, я покрытие менял. И здесь уже реально наждачка. В общем, мой любимый воблер, который чуть ли не десяток лет со мной, нигде не был потерян, не откушен, поймал тону рыбы. Надеюсь, достанется одному из моих подписчиков, которого выберут зрители. Опять же, на основе живого голосования. Вы, надеюсь, заметили, что на моем канале постоянно меняется символика какая-то реклама той, либо иной фирмы. Это для всех тех людей, которые ищут какие-то темные рекламные предложения на моем канале. Любой человек, который продан, либо куплен какой-то торговой маркой, не сможет в одном видео рекламировать между собой конкурирующие бренды. Это моя фишка. Этого на ютубе до сих пор не было нигде. Кое-где уже появляется. Но суть в том, что идеи рождаются на этом канале. Если вы мой подписчик, спасибо вам. Если еще не мой подписчик, подписывайтесь. Все честно, сугубо личные мнения. Ну и новые подходы, методы и новые идеи будут воплощены на этом канале. Ну что же. А теперь касательно обзора. Воблер Мегабас Каната 160F. Давайте, наверное, все остальное отложим на потом. А начнем данное видео со съемок игры этого красавца. Поскольку это нечто. Дорогие друзья. На ваших мониторах съемка игры воблера Каната 160F. Каждый для себя может сделать все заключения самостоятельно. Я хочу поделиться теми впечатлениями от игры этого воблера, которые получил на практике. Мне очень нравится, когда воблер умеет ролить. Мне кажется, эта характеристика дополнительный аргумент в уговаривании на атаку пассивного хищника. Каната имеет обалденный ролл. Высокое тело, при колебании которого получаются очень красивые, яркие, повторюсь, движения. Видно издалека. В таком варианте раскраса так вообще. Опять же, картинка на ваших мониторах. Красивый ролл. Воблер достаточно легко, несмотря на свой вес, размеры и площадь лопатки, твичится. Коротким, не очень жестким, но резким тычком воблер хорошо заводится и достаточно четко и уверенно отзывается. Более мягенькие тычочки воблер заводят не особо хорошо, не особо круто. На равномерной проводке воблер показывает также очень хороший, красивый результат. Но во время равномерки нагрузка на вашу палку приходится значительная. Воблер в этот момент достаточно упористым. Мне показался. Каната у нас воблер плавающий. Скорость всплытия не очень высока. Средненький такой показатель. В совокупности с тем, что при движении воблер наклоняется головной частью лопаточкой ко дну, а хвостиком к поверхности, в момент остановки движения происходит некое такое остаточное колебание, когда воблер не очень быстро занимает свое, скажем так, штатное положение в толще воды. То есть практически горизонтальное. И медленно всплывает. Все это как бы увеличивает остаточные колебания воблера. Что есть достаточно круто. Я уже на данный момент, не поймав ни одной щуки, могу точно уверенно сказать, что этот воблер по активной рыбе будет очень крут. Гораздо ярче и результативней он будет собирать активную осеннюю щуку, чем большинство других приманок. Это однозначно. Не спешите делать выводы, будет за что и покритиковать этот воблер. Обязательно это сделаем. Далее. Воблер заглубляется не так уж мелко, как многие про него рассказывали. На равномерной проблотке этот воблер однозначно будут применять некоторые люди для троллинга, поскольку громкий, много колебаний, хорошая своя игра. Так вот, на равномерке этот воблер будет идти, я думаю, глубже, чем рудра. Длина бассейна метров 15, наверное, и на таком небольшом отрезке проводки воблер ныряет буквально на полтора метра. При том, что точка, в которую он попадает изначально, это поверхность, и с другой стороны бассейна стою я, это также поверхность. Если метров на 60 его запулит, то в своей максимально глубокой точке, я думаю, и до двушки он достанет. Это пока что только первое впечатление. Горизонт проводки в большинстве случаев, конечно же, будет зависеть от ключа активности проводки, от длительности тех пауз, которые вы делаете между манипуляциями над воблером. При необходимости данный воблер можно провести будет и в достаточно мелких условиях. Но в случае нужды пробития какой-то ямы, при том, что воблер достаточно громкий, и можно его достаточно неплохо заглубить, в таком случае этот воблер выручит вас также. Касательно отрицательных моментов, если во время проводки сработала система дальнего заброса, то вернуть шары обратно в головную часть не так легко. Нужно сделать конкретную такую протяжечку, чтобы воблер наклонился головной частью вниз, либо конкретный жесткий удар. Но каких-то таких средних тычков для этого недостаточно. Это не очень хорошо. И хочу отметить, что воблер не очень простой. Jackal Max Club 128 тут играет буквально на любых манипуляциях. А здесь на вашей картинке все четко и ясно видно, что при одних манипуляциях воблер буквально замечательные результаты показывает. Я очень хвалил воблер Cuyoti Mover 128 SP SR за подобные колебания. Так вот, каната 160F это, наверное, первый воблер, который, могу сказать однозначно, что переплюнул вот эти замечательные остаточные колебания, которые демонстрирует нам Mover. Это очень крутой показатель. Но, опять же, нужно искать тычки, определенную их жесткость, либо определенное ускорение при подтяжках. И анимировать этот воблер можно очень красиво. Ну, просто очень. С этим, дорогие друзья, вроде бы разобрались. Хочу сказать следующее. Данный воблер для обзора любезно предоставил магазин FishFish. Магазину большое спасибо. Отработаю рекламой в виде ссылки под этим видео. Поскольку на нашем рынке, на украинском рынке, в кислоте этот воблер я нигде больше найти не смог. А в магазине FishFish он был. Следующее, что хочу сказать по поводу упаковки и места производства. Поскольку есть большое количество отзывов, что залипают шары в хвостовой части. Эта информация прочитана не только на просторах интернета. Есть число людей, моих близких, друзей, реально грамотных рыбаков, у которых данная проблема. Так вот, судя по упаковкам, есть воблеры, произведенные в двух местах. Это Япония и, судя по наклейкам на некоторых упаковках, Вьетнам. У меня такой наклейки на упаковочке нет. Есть штрих-код, который говорит о месте производства Япония. 4513473-4244-96 Повторю, что данный воблер предоставил в магазин FishFish. Чтобы не повторилась ситуация, как с воблером StrikePro Inquisitor 110 SP. Судя по упаковочке от моего воблера, произведен он в Японии. Все заключения, естественно, я делаю на основе того воблера, который у меня в руках. У меня никаких проблем. Я уже его и пошвырял, и погонял в толще воды с залипанием шаров. Нет. Полетал он, далее посмотрите, по льду. Лопаточка в данном случае в отличном состоянии. Говорил я неоднократно о проблемных лопатках у Vision One and Ten. Были у меня проблемы. Здесь полетал. Все вроде бы нормально и более добротно. В общем, этот момент озвучил. Чтобы не было ко мне никаких вопросов. Далее давайте посмотрим, как воблер летает и на качество производства. Друзья, наша каната весит 30 грамм. Насколько хорошо и далеко она летит. Перед этим хочу рассказать другое. По поводу лопаточки. Вы видите, какие были курьезы. Воблер контактировал неоднократно на протяжении 2-3 часов. И с льдом, и с кромкой льда. И нужно было его продирать, выдирать, выбивать. И с лопаткой все четко. Ни сколов, ни трещин, ничего. Воблер в среднем из моих 30 тестовых забросов летит на 56 метров. Это крутой показатель по дальности забросов для моей снасти. По качеству полета, скажем так, на четверочку. Не всегда он идет четко. Не всегда, я так понимаю, до конца все три шара перемещаются в хвостовую часть. Максимальная дальность заброса была, по-моему, 64 метра. Потому, я так понимаю, для любителей кастинговых снастей, этот воблер будет дальнобойким инструментом. И хочу сказать по поводу того, что во время наработки данного теста не было бокового ветра. Воблер у нас высокотелый. Я так понимаю, при боковом ветре его парусность скажется. И эти показатели будут немножко хуже. Друзья, кто следит за моим каналом, то, я думаю, заметил, что я отношусь к характеристикам воблера очень критично. Вес, размер, звук, цвет. Это все те характеристики, от которых может зависеть итог рыбалки. Когда-то, года три или четыре назад, на Днепре, река Днепр, в районе села Тягинка, холодная вода, декабрь перед Ледоставом, было две таких двухдневных, по-моему, рыбалки, на которых нас просто разрывали там люди, применяя вот такие воблеры. Воблеры, были воблеры, скажем так, и больших размеров, там до трехсот грамм, до сорока пяти, сорока пяти, по-моему, сантиметров. И при этом щука влетала не очень крупная, кивушная, полутора кивушная, но предпочитала нам вот таких кабанов реально. Потому, размер воблера каната в одних случаях, конечно, будет плюсом, в других, конечно, минусом. Но это однозначно интересный момент, поскольку немножко размер данного воблера выходит за привычные рамки понимания размера воблеров. 160 миллиметров, как-никак, это будет прилично побольше, чем 130, допустим. Вот этим моментом каната также интересна. Из минусов данного воблера можно отметить его стоимость. За такие деньги хочется получить воблер, который хорошо летит, хорошо играет. Рабочий инструмент, качественно произведенный. В прошлом видео я делал обзор на воблер от Гросс Калча Орбит. Так он стоит там 4 доллара. Он покрашен хорошо. Данный воблер стоит 22-23 разной цены. И он покрашен. В 6 раз дороже стоит, и в 6 раз хуже он покрашен. Вот такие дела. Слетает всё, словно маслом намазано. Юки Иток, конечно, большой респект за произведение такого воблера. Но за жадность в производстве это, конечно, совсем не радует. Кто бы что ни говорил. Главное, чтобы воблер ловил. Но когда платишь такие деньги, хочется и качественный продукт получить. Когда китайцы в 6 раз дешевле покрашены, в 6 раз лучше. Ну, блин. Это у меня как-то вообще вызывает только негативные эмоции. А фурнитура порадовала. Я ломать в этом видео ничего не буду, поскольку такого размера тройников на замену у меня нет. Я так понимаю, это размер номер 2 по Овнер. Цепкая, антикоррозийная, крупная. Три тройника такого размера. Это, конечно, очень круто. Сходы, я думаю, случаться будут крайне редко. В теле нашего воблера реализована система дальнего заброса. В виде трёх шариков, которые во время заброса перемещаются в хвостовую часть. Эти же шары выполняют роль шумовой камеры в своём стартовом отсеке. Давайте послушаем, как этот воблер звучит. На практике, во время такого среднего по агрессивности твича, воблер издаёт такие звуки, которые реально слышны на поверхности воды. Вот такой показатель. Друзья, вот такая она Мегабаска НАТО 160F. Со своими достоинствами и со своими недостатками. Скоро сезон. Посмотрим, что у нас получится на практике. Надеюсь, ещё до нерестового запрета что-то она покажет. Всем большое спасибо за просмотр. Всем большое спасибо за ваше внимание. Всем-всем ни хвоста, ни чешуи. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok